здравствуйте друзья ну угадаете вы где мы и зачем это стройка друзья это видите таким грубым слоем уже так штукатурку кладут на стены дома который строит светлана вот оттуда мы пришли это гараж ну что пошли внутрь сейчас дождливо но у нас уже окна двери стоят крыша лежит в общем все так замечательно светочка ты можешь сказать что тут есть что-то новенькое появилась новенького только вот fire спринклеры появились это вот а где они а вот оранжевые трубочки все видишь пошли посмотрим действительно друзья вы видите нет ну не только fire спринкеры все-таки действительно они же штукатурка это снаружи тоже обложили дом стака называется старые как по-русски с такой же не штукатурка вот так вот идут такие трубы значит я одно слово скажу про эти трубочки значит дело в том что все новое строительство обязана иметь вот эту систему вот орошение случись пожар на старые дома нету такого строгого требования если делается эдишен дома меньше чем 500 футов добавление да то есть мы например вот свой дом ремонтировали мы специально сделали разбили добавку вот это вот дополнительное строительство на два этапа чтобы вот эти спринклеры не ставить то что в общем-то довольно дорого и почем ну это дорого ну что 15 тысяч 30 до в районе чего в районе 15000 это не дешево и я новых ценности дома ничего не добавляет я не дай бог ты знаешь как я тебе так скажу что тогда уже горит но может даже лучше бы сгорело совсем чем наполовину сгорел и потом ремонтировать поэтому просто хорошая философия да 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 это вопрос спорный поэтому эти спринклеры в общем не очень не такое но видимо городские власти на счет другого мнения городские власти вообще на сказать озверели просто то есть они боятся отступить шаг вправо шаг влево за не настолько дует на воду и делают жизни людей которые перестраивают невероятно тяжелый потому что каждый чих нужно идти с ними согласует есть такая передача у нас эти тгw канал телевидения когда якобы люди ой купили новый дом тут же пришли перестроили день первый день второе они все пишут я думаю а когда не пермит это получают тут пермиты идут месяца вот мы сейчас на самом деле застряли на стройке никого нету никто не работает потому что наш инспектор сказал что у нас чертежах запланирована централ хитинг кондишеник на весь дом а я у меня своя мысль да одно дело мы так для чертежей написали а у меня свои мысли по этому поводу и требуется очень много согласований в общем какой-то ерунды вот это вот выискивание каких-то вот слов да как это все будет делаться и мы застряли мы не двигаемся дальше пока я не получу разрешение вот на вот и просто захотела по ходу дела что-то поменять дело в том что в тот момент когда мы чертежи подавали до задача была получить провал на эти чертежи тогда мы не хотели дразнить гусей делать что-то какое-то а сейчас ты хочешь чтобы было несколько до zdjęтов они не было центрального ог Bangladesу не было центральногото пления хочу чтобы каждый спальня была слой обогрев который�пр cretur с центральным отоплением и спальнями когда много спален проблемы состоит в том что термостат стоит где-нибудь в коридоре и мере температуру в коридоре а в спальне ты не может отрегулировать температуру тебя в одной спальне морurar 好 на уже сколько лет. А я мучаюсь? Мучаешься, то холодно, то жарко. А ты уже на работе? Да, да. Там какая-то дурацкая система. Вот дурацкая система, она будет всегда дурацкая, да, и это самое, и я хочу этого избежать, поэтому у меня свои соображения есть. Ну что ж, хорошо, нам позвонят. Нам позванивают так, а я думал, у меня камера так позванивает, а это оказывается у Светы телефон. Ну, команды не было на плитку покупать? Ну, уже в принципе была, но еще как бы я не хочу ее... А количество, ты знаешь, какое количество нужно? Нет, конечно. Ну да, так часто покупать. А плитку можно сдать, если избыток, да, какой-то вот? Ну да, но ты понимаешь, как ее нужно сначала где-то положить, чтобы ее просто хранить. Чтобы не пропало. Вот я, например, купила с Хайлайта, уже они пришли. Да. Вот эти, которые мы здесь хотим поставить, да? Да, на крышу. Вот эти самые, вот эти с Антон Милой. Они оказались довольно большого размера, огромные. И где они? Вот такие коробки. Они сначала стояли у нас в гараже, и я не очень не могла запарковаться, у меня было тесто. Да. И я уговорила Женя, он теперь стоит у него в гараже. Отлично. Отлично. А на стройке оставить опасно, да? Ну, не то, что так сильно опасно, но во всяком случае тут же все не запирается открыто. Ну, забор выходной запирается. Ну да. Ну что, хорошо посмотрели. Тут вот тоже эти рыжие трубочки. Так. А так. А давно стоит стройка? Сколько дней уже они стоят? Уже все в последнюю неделю стоит. О как. Да, тут выясняется, что еще должна быть отдельная инспекция по брызгалкам. Да. Поэтому она тоже нас держит. А когда мы пройдем инспекцию, можно будет уже закрывать, как бы, да? Это да. Вот как только раф пройдут, да? Ага. А мы должны пройти электрикал и микеникал. Это одновременно. Так. А электрическую мы еще не прошли. Они вместе идут. Поэтому микеникал вот как раз и есть обогрев. Вот это вот с этим пойдет. И вот когда мы пройдем две инспекции. Ну и тогда уже вот будет все ближе к делу. Вот тут. Видите, как это все выглядит. Как-то близко очень вода, электричество. Смотри. Ты знаешь, у них там даже есть очень интересное. Я с ними разговаривала. С инспекторами? Нет, не с теми, которые устанавливают. Они же знают тоже код. Да. Они сказали, что иногда бывает, что очень близко подходят выводки к электричеству. Да. И тогда у них есть специальные нормы на диаметр этих трубочек. Они увеличивают эти трубочки и ставят их из другой пластмассы. То есть это все оговорено. Как бы предусматривается. То есть он говорит, я, пожалуйста, я могу поставить даже близко чуть больше трубочку поставить. Вот мы видим другой угол с вами. И вот тут тоже пленка. И вот штукатурка, штукатурка. Ну там стака, стака, стака. У нас эта штукатурка стаком называется. Стаком. Да, стаком. Это как вот бутерброд стаком. Значит, потом на эту таку положат уже нормальную штукатурочку. И будет красиво. Не упади сзади у тебя. По-моему, три слоя идет. Вот это первый слой такой. Он должен просохнуть. Поэтому они не могут делать второй, пока он не просохнет. А сейчас у нас идут дожди. С другой стороны ветрено. Хорошо, наверное, метатронно. Да. Что такое прибор, ты смотри. Ну это, видимо, газовый вход газа. О, друзья. Страсти какие. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»!